На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Выставка-концерт воспитанников арт-студии прошла в Видном. Финализировали свои успехи за год и поняли, ради чего они это делают. Врачи Видновской районной клинической больницы достали из лба девочки рог игрушечного единорога. Удаленное народное тело, наложено два субкутанных шва. Крылья для страны. Такое название получила новая масштабная экспозиция, открывшаяся в музее-заповеднике в Горке-Ленинске. Здесь на открытке мы с вами видим первый самолет, который в Европе взлетел. В Видном при поддержке сообщества «Нежный бизнес» состоялась отчетная выставка-концерт воспитанников арт-студии. Ребята представили свои работы и продемонстрировали таланты. Все то, чему их научили за год обучения. О достижениях подрастающего поколения расскажет Юлия Погосян. Живописью Арина Баткова занимается относительно недавно. Лишь год назад девочка решила научиться красиво рисовать. Родители инициативу поддержали, отдали дочь в видновскую арт-студию. Работает в разных жанрах, но больше любит изображать животных. Потому что они милые. Может быть, какое-то определенное животное? Котов, собак, фламинго. Я мечтаю стать ветеринаром, а рисование – это будет мое хобби. Таких талантливых детей в Ленинском городском округе много. Об этом свидетельствует наличие школ дополнительного образования, где ребятам помогают раскрыть себя. Одна из них организовала в Видном отчетную выставку-концерт. Я люблю праздники. Я очень люблю праздники, поэтому Новый год вообще любимый праздник. У нас на Новый год здесь было человек, наверное, 400. Мы боялись, что все не влезут. Отчетники мы проводим ежегодно. Это такое мероприятие для детей, чтобы они финализировали свои успехи за год и поняли, ради чего они это делают. Потому что, когда они рисуют и складывают это дома или вешают на стеночку, это здорово. Но классно, когда они могут посмотреть на эти картины. В арт-студии Евгения Егорова занимается порядка 150 человек. 30 лучших художественных работ представлены на отчетном мероприятии. Разные жанры и техники, буйства красок и фантазии. Здесь идеологическая и патриотическая направленность, которые тоже сегодня востребованы и, скажем так, крайне необходимы для воспитания будущего поколения. Потому что мы видим, какая обстановка, мы видим, сколько фейков и искажений, в том числе и в истории. И это нужно обязательно рассказывать, объяснять, конечно, доступным языком, доступным формам. Но, тем не менее, уже видно по тем работам, которые сегодня здесь представлены, что эта работа ведется. Отчитались в этот день и воспитанники театральной студии, где в этом году открылся танцевальный класс. Каждый ребенок и каждый взрослый индивидуален. У каждого свое видение, свой подход. И мы стараемся это приветствуем, поддерживаем. Конечно, у тех, кто стремится к какому-то результату, он обязательно есть. У прогресс виден. В плодотворной работе арт-студии способствует сообщество женщин-предпринимателей «Нежный бизнес». Помогает наладить взаимодействие с администрацией Ленинского городского округа средствами массовой информации. Представители общественной организации имеют возможность делиться бесценным опытом и делать свое предприятие еще успешнее. Мы растем, развиваемся. В Ленинском городском округе нас порядка 150 женщин-предпринимателей из разных профессиональных областей. Все между собой взаимодействуют. Нет совершенно никакой конкуренции, потому что наши ценности в том, чтобы помогать экологично развиваться, то есть совмещать и свои женские обязанности, и бизнес. Мы дружим и поддерживаем друг друга, коллаборируем. У нас рождается внутри сообщества очень много интересных разных проектов. На отчетном мероприятии собрались сотни участников. Интересно было и детям, и взрослым. Дополняло выставку, ярмарка продажа необычных вещей ручной работы. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. ВиднетВ. Врачи Видновской районной клинической больницы достали из лба девочки рог-единорога. Юная москвичка Устинья Романова прожила с обломком пластиковой игрушки под кожей несколько лет. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Эта история облетела уже весь интернет. Изо лба юной москвички семилетней Устиньи Романовой хирурги в Видномской районной клинической больнице удалили рог. Ненастоящий, конечно, игрушечный из пластика. Дозревались разные диагнозы. То есть тут проходила дифференциальная диагностика. Проведя два исследования, обзорный снимок костей черепа и выполнив УЗИ в мягких тканях области лба, стало понятно, что это не костный экзостоз, не организовавшийся гематома, не атерома, а именно инородное тело. Медики, девочка и ее родители были в шоке. Впрочем, как рог очутился во лбу Устиньи, родственникам стало понятно сразу. Ребенку было три с половиной года. В садике зима была. Катилась в горке и упала на свою любимую лошадку пластиковую. Обратились к специалистам. Ну, специалист – педиатр. Нам не обнаружили там ранее ничего, помазали, в принципе, и отправили домой. Мажьте там мазикой. На протяжении почти четырех лет девочки безуспешно пытались вылечить гематому на лбу мазями и гелями. Но помочь здесь могло только хирургическое вмешательство. У любого инородного тела два пути. То есть либо инородное тело выгнаивается, выходит вместе с нагноением, либо оно инкапсулируется, вокруг инородного тела образуется соединительная тканная капсула. На капсула был выполнен разрез, была выделена капсула инородного тела, потом вскрыта. Удалено инородное тело, наложено два субкутанных шва. Все было очень быстро, начиная с первого приема от хирургов нашего Виктория Константиновна Жиронкина. Я не знаю, рекламу тут можно делать или нет, но я всем рекомендую. Прекрасный детский хирург. То есть у меня Устиния вообще боится всех врачей. У нас паника вообще ходить по врачам, независимо анализы или просто осмотр. Но Виктория Константиновна нас покорила. Детский хирург Виктория Жиронкина признается, за свою врачебную практику не раз сталкивалась с подобными случаями. Но рог изо лба удаляла впервые. Это и металл, это и пластмасса, это щипа деревяшки, это часть дерева была, часть растения, иголки, бусинки. На что хочется обратить внимание, чтобы пациенты обращались к докторам по профилю. То есть должна была выполнена быть первичной хирургической обработкой. Сейчас Устиния чувствует себя хорошо и ходит в РКБ на перевязке и обработку шва. Рог единорога медики отдали девочке на память. Теперь сантиметровый обломок, семейные реликвии Романовых и бережно хранится в альбоме с фотографиями. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях врач-кардиолог ВРКБ Мурат Курбан-Магомедов. И мы поговорим об артериальной гипертензии. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Ну, я полагаю, что, к сожалению, наверное, большинство наших зрителей или большая часть наших зрителей знает, что это такое. Но давайте еще раз озвучим, что это за напасть. Артериальная гипертония – это стабильное, стойкое повышение артериального давления выше 140 на 90. Является уже гипертонической болезнью. Давление от 130 до 139 – это предгипертония. Или по-другому. Или высокое нормальное артериальное давление. Нормальное давление считается от 120 до 129. Это оптимальное нормальное давление. В настоящее время популяция населения страдает, около 40% населения страдает гипертонической болезнью. Около 23% от 40-45% населения только получают адекватную терапию. Остальные около 76% либо получают ее неадекватную, либо вообще не получают. А в чем причина этой болезни? Причина артериальная гипертония сама по себе, как правило, активно проявляется только в стадиях 3-4, 2-3 стадии. В начальных стадиях ее невозможно проследить, если не проходить дисмансеризацию, не контролировать ее. Определяют, как правило, гипертонию случайно. Пришли на профосмотрах, измеряют давление, и тут оно высокое. Выше 140-150, и это уже является первым звоночным звонком для контроля давления. И дальше уже контроля, наблюдение, изменение образа жизни и приема медикаментозных препаратов. Ну вот вы сказали про образ жизни. Как понимаю, как раз именно в этом и есть основная причина повышения артериального давления. Да, основная причина. Существует два вида гипертонии, это первичная и вторичная. Первичная гипертония, это вот именно то, образ жизни, она составляет около 95% всех гипертоний. И вторичная, это уже как осложнение заболевания почек, заболевания эндокринной системы. Так какие вот вы как врач могли бы дать советы тем людям, которые либо, скажем так, еще не столкнулись, либо уже, к сожалению, вот страдают этой штукой? Первое, это изменение образа жизни. Первое, это отказ от курения, гиподинамия, ограничение соли, психоэмоциональные нагрузки ограничить. Ну хорошо, вот у вас есть возможность обратиться к жителям Ленинского городского округа с каким-то советом, как им, скажем так, вести себя, вести какой-то образ жизни, чтобы не попасть в зону риска? Первое, чтобы не попасть в зону риска, первое, что нужно, это контролировать давление. Давление, сейчас тонометры у всех в домашних условиях, они есть регулярно, там хотя бы в неделю один раз контролировать давление, проверять, контролировать желательно давление механическим аппаратом, потому что электронные аппараты, у них определенная погрешность. Но в любом случае они тоже покажут, если есть какие-то изменения, существенные изменения. Надеюсь, наши зрители выслушают ваши советы и спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что у нас в гостях был врач-кардиолог ВРКБ Мурат Курбан-Магомедов. К другим новостям. 12 команд из образовательных учреждений Ленинского городского округа и Москвы приняли участие в соревнованиях под названием «Школа безопасности». В рамках мероприятия, которое прошло в деревне Григорчикова, участники, преодолевая сложные дистанции, показывали свои знания и навыки в спортивном туризме. Школа безопасности проводится ежегодно. Уже более 20 лет организаторы мероприятия подготовили для участников захватывающее путешествие. В течение двух дней участники соревнований проходили сложные дистанции и преодолевали препятствия. Комплексное такое мероприятие по детскому спортивному туризму и основам безопасности жизнедеятельности «Школа безопасности». У нас участвуют практически все образовательные организации нашего округа. Команды целый год к этому готовятся. Это у них как подведение итогов, как они подготовились. Они показывают свои умения в технике спортивного туризма, в навыках жизнеобеспечения в лесу, по правилам оказания первой медицинской помощи. То есть это такое очень грандиозное для нас мероприятие. В слете приняли участие 12 команд. В каждой 8 участников и 2 руководителя. Ребята постоянно готовятся, три раза в неделю занимаются, выезжают в Центроспас на сборы. То есть проходим постоянно дистанции в школе, что-то придумываем. Недавно, три недели назад буквально мы были здесь на тренировочных сборах. Ребята также себя показали с хорошей очень стороны. Все грамотно. Здесь грамотные специалисты, которые все объясняют. Ребята все понимают, все выполняют. Ольга Толоконникова, участница команды «Авось» из Видновской школы номер 5, отмечает, что вместе с друзьями сильны в вязании узлов. В длинной дистанции достаточно много этапов, которые мы должны пройти за определенное время и пронести с собой рюкзак и провести всю команду. У нас очень разношерстная, я бы сказала, команда, потому что кто-то ходит несколько лет уже, кто-то ходит только первый год. Но нам кажется, что мы все готовы и ко всем этапам мы достаточно подготовились даже за небольшой промежуток времени. А учащийся Молоковской школы Никита Никитушкин признается, что соревнование – это прекрасная возможность собраться всем вместе и применить свои знания на практике. Проход со страховкой через спуск, подниматься со страховкой, разведение костра. Маршрут безопасности – навесная переправа, спуски и подъемы со страховкой, ориентирование в лесу по карте. Сложнейшие дистанции, которые необходимо было преодолеть ребятам, не нарушая правил безопасности. Мы, как обычно, готовим поляну, окосили, обработали ее от клещей, привозим чистую питьевую воду для детишек, призы, очень красивые кубки, медали. В рамках теоретической части школьники отвечали на вопросы по правилам дорожного движения и противопожарной безопасности. По итогам соревнований первое место заняла Будовская школа номер один. Наталья Буслаева, Юлия Антонова, Александр Логинов, Гюльнара Балаева. Видное ТВ. Традиционное мероприятие подготовил Центр детского творчества «Импульс» ко дню славянской письменности и культуры. На фестивале «Ремесел» ребята не только показали навыки, которыми владеют, но и пополнили копилку знаний, приняв участие в мастер-классах. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Около кинотеатра «Искра» состоялся праздничный фестиваль, организованный Центром детского творчества «Импульс», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Мероприятие становится своеобразным подведением итогов образовательного года. На открытом воздухе проходили мастер-классы педагогов и воспитанников. В четырех номинациях работает конкурс. Это современное искусство, традиционное искусство, День Победы и Азбуки Веди. Посвященное Дню славянской письменности и культуры. Это буквица. Тоже интересная история. И вот дети, давая мастер-класс, они рассказывают историю ремесла, показывают. И вот очень многие дети после этого праздника приходят к нам записываться. Любой желающий мог окунуться в удивительный мир народных ремесел и в будущем присоединиться к дружной семье «Импульса». Сегодня мы предлагаем нашим гостям после освоения основных элементов геометрической резьбы выполнить вот такую вот сувенир-подвеску, которая может украсить сумочку или рюкзак. Каждый мастер представляет свою форму. По соседству, под руководством юной Анны Кротковой, можно было попробовать себя в искусстве изображения буквиц. За главных букв в начале любого текста. Я показываю, как рисовать буквицы. Буквицы – это самые главные буквы. Их ставят в начале каждого произведения, в детских рассказах, в сказках. И буквицы появились очень давно, когда только появились книги. Также здесь занимались лепкой из глины. В последние годы это увлечение очень популярно и для многих в дальнейшем даже становится дополнительным источником дохода. Сейчас же посетители мастер-класса только пробовали делать первые шаги в этом ремесле. Мне кажется, что поделки своими руками в любом случае лучше, чем сделанные чужими. Так как это делал ты сам, вкладывая туда душу и любовь. У всех хорошо получалось, но вот у маленьких детей не очень, потому что они как бы в первый раз. И некоторые даже очень хорошо понимали фигуру, как надо делать. На протяжении всего мероприятия проходил концерт, репертуар которого составляли как современные, так и народные песни и танцы. Все участники заряжались хорошим настроением и поддерживали друг друга. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. «Крылья для страны» – такое название получила новая масштабная экспозиция, открывшаяся в музей-заповеднике Горки-Ленинский. Многочисленные экспонаты рассказывают об истории зарождения и становления авиации в молодой Советской Республике. Она приурочена к столетию гражданской авиации в нашей стране. Для человека небо всегда божественно. Там живут ангелы, боги, оттуда приходит свет, тепло. Люди смотрели на небо. Мы знаем с вами Брайкара, который взлетел и упал. Потом было много энтузиастов, о которых мы тоже поговорим. Но чтобы создать воздушный флот, нужно государство. На открытии выставки «Крылья для страны» ее куратор, начальник отдела научно-просветительской работы Музея-заповедника Горки-Ленинский Светлана Генералова, кратко сформулировала одну из идей, которые авторы хотели донести до зрителей. Экспозиция охватывает исторический период с середины 20-х до 40-го года прошлого века. Это тот период, когда каждый мальчишка действительно грезил стать летчиком. И эта идея была настолько популярна у людей. Фактически наша страна от мечты о покорении неба в кратчайший срок пришла к созданию мощнейшего в мире воздушного флота. Более 500 экспонатов расположены в двух залах. Один, его создатели выставки называют белым, посвящен истории и пропаганде идей воздухоплавания. Здесь можно наглядно увидеть, как руководство страны популяризировало увлечение темой покорения неба. Почтовая марка и любые почтовые открытки и так далее, это было такое массовое средство пропаганды, как малые политические плакаты. То есть вот филателии подходим с такого направления. Представлены все лотерейные билеты, которые были в АСАФХИМ с 1927 года. Идут вот они, да, все вот эти вот 15 выпусков, был осуществлен до 1940 года, как бы все эти вещи. Это те деньги, которые шли на развитие АСАФХИМ, ну, впоследствии нам известного ДОСАФ. Второй зал называют красным. Здесь рассказывается о достижениях советского воздушного флота. Многокилометровые перелеты, рекорды, поставленные советскими летчиками и инженерами, все нашло отражение в выставочных экспонатах. Оба этих зала связаны такой галереей героических образов наших конструкторов и летчиков. И это, ну, не просто рассказ о них, а это еще, конечно, очень интересная с художественной точки зрения уникальная коллекция литографий знаменитого мастера графического портрета Георгия Верейского. Это альбом 30-х годов, посвященный героям воздушного флота. Нашлось на выставке место и для освещения первых попыток человечества проложить дорогу в небо. В том числе и об этом рассказали на экскурсии, которая состоялась сразу после церемонии открытия. Здесь на открытке мы с вами видим первый самолет, который в Европе взлетел. Его автором, пилотом и конструктором был Сантос Дюмон. Вообще он был сыном плантатора, короля кофе, но семья продала бизнес и переехала во Францию. Открытие столь масштабной экспозиции стало возможным благодаря межмузейному сотрудничеству и помощи частных коллекционеров. Среди партнеров проекта – Центральный музей военно-воздушных сил, Дом авиации и космонавтики, Музей истории и пропаганды, Музей профессора Жуковского и многие другие. Мы постарались сделать так, чтобы эта выставка была интересна разновозрастной аудитории и под нее подготовлена соответствующая сопроводительная программа. Она уже заявлена на июнь, в ней есть и кураторские экскурсии, в ней есть специальные, хочу подчеркнуть, что по этой выставке мы будем делать специальные детские экскурсии, которые будут заканчиваться и мастер-классом, и небольшими такими полетами этих сделанных собственноручно ребятами самолетов. Выставка, открытая в научно-культурном центре музея-заповедника Горки-Ленинские, будет работать до 14 сентября. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.